Уважаемые товарищи офицеры, военнослужащие и члены их семей! В начале, как обычно, дадим общую характеристику месяца для всех знаков зодиака. Август будет характеризоваться высокоамплитудными колебаниями планетных влияний, а это значит, что в течение месяца мы будем иметь как резкие подъемы активности, так и ее спады. В частности, начало месяца, а именно пятница, 5 августа, это день проверки на выносливость, причем проверки моральной и физической. Это касается как военнослужащих, так и гражданских лиц, потому что 5 августа, пятница в этот раз так символически совпадает, что первое число месяца попадает на понедельник. Поэтому в августе в этот раз мы будем иметь такую календарно четкую структуру месяца. И вот пятый день и недели, и месяца, и здесь нисходящий узел лунной орбиты на фоне того, что будет фаза первой четверти Луны, это все говорит о мощной проверке человечества на способность держать удар. То есть необходимо будет повышенная стрессоустойчивость. В чем именно она понадобится? У каждого, естественно, это будет индивидуально. Но самое главное, если вы будете знать заранее, что 5 августа стрессы будут, то к этому можно подготовиться. Среда, 10 августа, это момент, когда возможны сбои в технике. Такой день бывает каждый месяц, но в этот раз он попадает на 10 число. Поэтому мы советуем более тщательно управлять техникой, особенно автотранспортной. Учитывая, что 10 число попадает на среду, а среда это день Меркурия, управляющего в астрологии всеми автотранспортными средствами. Полнолуние в августе нынешнего года случится 12 числа, снова пятница. То есть как-то в этот раз в августе именно пятницы будут наиболее значимыми днями с астрологической точки зрения. А чем эта полнолуния характерна, оно состоится накануне так называемого дня левши. Этот день известен тем, что в этот день высокие финансовые чиновники в разных странах мира всегда принимают какие-то существенные ответственные решения. О втором полугодии, даже можно сказать не о полугодии, а именно о последнем квартале, как он пройдет с финансовой точки зрения. Поэтому именно в пятницу ваши покупки или приобретения, они как бы повлияют на события уже и осень, и зимы 2022 года. Вторая половина августа, она более толерантная и характеризуется хорошими влияниями. В частности, четверг, 18 августа, это момент, когда многие трудно разрешаемые вопросы решатся сами собой. И людям будет сопутствовать удача практически во всем. Наконец, суббота, 27 августа, это день новолуния, когда по мере предвижения к новому учебному году в каждой семье люди построят важные перспективные планы. Однако, накануне этого начала, в среду, 31 августа, стоит держать эмоции под контролем, потому что это будут пятые лунные сутки, и 31 августа пройдет несколько более нервно, чем обычно. Переходим к прогнозу для каждого знака зодиака на этот месяц. У овнов замечательно обстоят дела в семье и удачно проходят поездки и командировки. Овнам в августе рекомендуется совершить путешествие вместе с семьей, ну а если это будет командировка, то опять-таки извлечь из нее дополнительную пользу для ваших родственников. То есть совместить приятное с полезным, потому что дорога ждет овнов и не надо отчаиваться. Но может так получиться, что во время отсутствия на службе, на работе, кто-то может сказать, что ошибки, допущенные ранее, были совершены именно овнами. Поэтому по возвращении из отпуска овнам предстоит, так сказать, отстаивать свою профессиональную честь. К этому лучше подготовиться заранее, зная, что такая ситуация возможна. В отсутствие овнов их как бы обвинят в том, что именно они виновны в тех или иных ошибках. Надеюсь, что все-таки этого не случится. Тельцы в августе этого года будут находиться по большей части в минорном настроении, потому что им не будет нравиться, как развиваются события. Единственная хорошая сфера жизни – это здоровье и самочувствие. То есть здесь претензий нет. Но в остальном тельцы в силу недовольства происходящим будут хмурыми, недовольными и будут пессимистически смотреть на будущее. Как помочь тельцам развеять вот этот взгляд на мир? Тельцам нужно просто почаще проводить время с друзьями. Причем желательно вести при этом не какие-то заумные разговоры, а просто отключаться, отключать телефон и другие источники информации и отдыхать. Потому что тельцам нужно как-то забыться, отключиться и войти в поток жизни обновленными с хорошим настроением. Это наша главная рекомендация для тельцов. У близнецов в августе замечательно складывается личная жизнь и даже, возможно, какие-то приятные сюрпризы, какие точно не скажем. Но один из них – это может быть известие о прибавлении в семействе. И еще у близнецов будет один повод для радости, касающийся их служебного жилья. Что-то там такое позитивное должно будет произойти вокруг служебной квартиры. Ну а что именно – это мы увидим в процессе. Ну а из неприятных моментов месяца может оказаться, что близнецы в процессе поездки или командировки вдруг потребуют у них подтверждения оплаты, документов, командировочное удостоверение и так далее. Отсюда вывод – не выбрасывайте до конца поездки никакие документы, в том числе проездные, потому что из-за такого глупого стечения обстоятельств настроение может быть испорчено. У раков в августе этого года замечательно складываются дела в области их личной жизни. Но речь идет не о любви, а речь идет о том, что раки обзаведутся какими-то крупными, серьезными покупками именно для блага всего дома и всей семьи. Возможно, это будет самое крупное приобретение этого года и состоится оно в августе. Поэтому ракам стоит к этому тщательно готовиться, хотя раки скажут, что мы вообще-то можем быть не готовы, но вот здесь важно быть в контактах с опытными людьми. Поэтому совет ракам на август, если вам что-то до конца не ясно, то обязательно советуйтесь с опытными людьми, они помогут и подскажут вам, как правильно поступить. Львы в августе этого года, можно сказать, фавориты месяца по карьере. Потому что так совпадет у Львов как раз вот день рождения, у большей части Львов в первой, второй, третьей этого месяца. И в этот раз день рождения совпадет или с премией, или с неким повышением по служебной лестнице. Мы рады за Львов, поздравляем с заслуженным успехом, но есть и моменты сложные. Эти сложные моменты могут касаться, увы, таких не совсем приятных человеческих чувств, как ревность и зависть. Не сами Львы будут ревновать и завидовать, а в их адрес будут проявляться другими людьми эти чувства. Универсального лекарства ни от ревности, ни от зависти не существует. И самое главное, что мы посоветуем Львам, если такое все-таки случится, и кто-то им будет явно завидовать или ревновать их к успеху, постарайтесь никому ничего не доказывать. Вот это, пожалуй, самое важное. Потому что доказать все равно никому ничего невозможно, а сам процесс доказательства как бы подтверждает то, что Львы в чем-то неправы. Переходим к прогнозу для зодиакального знака Девы. У Дев в августе все складывается более чем удачно. Ну и главное, им неожиданно кто-то, друзья, может быть соседи или родственники, подарят хороший подарок. Вот просто так. Просто так, как говорится, за красивые глаза. Ну а еще у Дев вообще вот в этот раз нету ссор, конфликтов, разногласий. Девы будут окружены со всех сторон исключительно позитивными людьми, и это не может не радовать. Поэтому, Девы, купайтесь в этом, так сказать, человеческом море обаяния. Это бывает не часто и не для всех знаков зодиака. А в августе с вами это случится. И последний совет. Будьте осторожны на море. Если вы все-таки там окажетесь, то постарайтесь далеко не заплывать, ну и не купаться в запрещенных для этого местах. Прогноз для зодиакального знака весов. Весы встретят август в нейтральном настроении, но в процессе месяца может обнаружиться, что старые какие-то долги или старые недоразрешенные конфликты дадут о себе знать. Поэтому мы советуем весам, как говорится, нанести превентивный удар в переносном смысле слова, то есть закрыть свои долги и постараться закрыть все конфликты для того, чтобы это не появилось само. Так называемые скелеты в шкафу. Хорошие показатели у весов, связанные со спортом, физической активностью. Весы проведут этот месяц весьма динамично, будут ходить и заниматься спортом, и это просто замечательно. То есть для здоровья все прекрасно, а вот долги и неразрешенные в прошлом конфликты – это то, что весам нужно постараться ликвидировать заранее, чтобы не испытывать отрицательных эмоций. Скорпионы в августе этого года – лидеры в плане поездок и путешествий. У скорпионов таких путешествий и поездок может быть несколько в течение месяца, и все они удачные, что редко бывает. Правда, мы советуем скорпионам, уезжая, не забыть проверить все у себя дома. Потому что в этот раз звезды встали так, что скорпионы, увы, могут что-то в попыхах там не отключить, не выключить и так далее. И по возвращении скорпионов может ожидать некий неприятный коммунальный сюрприз, хотя бы даже в виде неоплаченных вовремя счетов. Поэтому, скорпионы, поездка – это прекрасно, но вы уезжаете не навсегда, поэтому постарайтесь все проверить, все отключить, счета оплатить, чтобы не было по возвращении неприятных для вас сюрпризов. Стрельцы в августе нынешнего года демонстрируют хорошие показатели по здоровью, а еще по контактам с друзьями. Может так сложиться, что заболевание хроническое, которое имеется у стрельцов, на какое-то время их отпустит. Но не просто так, разумеется, отпустит, а это будет результатом тщательного лечения, а именно важной в медицине дисциплинированности. И если стрельцы будут дисциплинированы принимать лекарства или делать упражнения, или выполнять иные рекомендации своих врачей, то успех в августе гарантирован. И, может быть, даже лечение вообще будет отменено. А что касается контактов, то стрельцов найдут их сослуживцы из прошлого. Возможно, они окажутся в одном населенном пункте, они повстречаются, и встреча эта порадует стрельцов. Хотя, конечно, стрельцы узнают, что кого-то уже нет с ними, и это может внести нотку грусти в эти встречи. Вообще в августе есть показатель такой в этот раз, что стрельцы могут решать какие-то вопросы, связанные с чьими-то захоронениями и прочие организационные вопросы. Ну, что поделать? Так встали звезды. Для козерогов в этом году август пройдет нейтрально, но лучшие показатели складываются для образования и карьеры. Особенно речь идет о козерогах, которые до сих пор нетрудоустроены или находятся в поиске лучшего места. Так вот именно август может это лучшее место им предложить. Поэтому, наверное, козерогам в августе рекомендуется все-таки не разъезжать по курортам, а скорее быть дома и ходить на собеседование по возможному трудоустройству. Из трудных моментов месяца можно отметить сложное взаимопонимание с родственниками у козерогов, а именно братьями и сестрами, в том числе двоюродными. Может быть, они будут раздражать козерогов своей назойливостью или какими-то трудновыполнимыми требованиями. Поэтому козерогам необходимо проявить в отношениях с родственниками строгость и принципиальность. У водолеев в августе этого года наблюдаются хорошие показатели в области работы и карьеры. Там все стабильно, успешно и результативно. Но вот со здоровьем есть кое-какие нюансы. Мы советуем водолеям в случае неких недомоганий постараться не откладывать все это в долгий ящик, а пройти обследование, обратиться к специалистам. В общем, как говорят, не запускать болезнь. Это главный совет для водолеев в этот раз. Не запускать болезнь. Любой врач скажет, что гораздо проще лечить и контролировать ее в самом начале. Ну а в остальном месяц для водолеев вполне удачный. У рыб в августе этого года хорошо складываются дела в области семейных дел, а именно у рыб какие-то юбилеи у родственников, куда рыбы будут приглашены. Дни рождения, годовщины свадеб, еще какие-то прочие торжественные мероприятия. Придется потратиться на подарки. Рыбы столько застолий, приглашений, что поводов, что вы просто выйдете из бюджета серьезно, потратив немало средств на подарки и угощения. Отсюда мы даем совет рыбам в августе проявлять разумную экономию, потому что вы сами до конца не знаете, сколько раз и куда будете приглашены. Ну, а ходить с пустыми руками это не в манере рыб, они щедрые дарители, поэтому вот эта щедрость, она и может сыграть с рыбами злую шутку. А так, в принципе, месяц удачный и наполнен положительными эмоциями от общения с людьми. Причем вот эти торжественные мероприятия, они могут касаться не только родственников, но и сослуживцев. Возможно, рыбы будут поздравлять своих товарищей с получением очередного звания или назначением их на вышестоящую должность. Таким образом, вы прослушали астрологический прогноз на август 2022 года от Центрального дома Российской армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова